Всем привет! Обожаю в школу возвращаться после каникул. Ты свежий, отдохнувший, соскучился по учителям и одноклассникам. А главное, по тебе тоже соскучились. Опа, упырь, здорово! Давно я тебя не доставал. И сейчас не надо. Да не надо. Надоел этот хулиган. Да ладно, не парься, мне от него тоже досталось. Денек начался так себе. Что-то хорошее вообще будет сегодня? Конечно будет. Ты слышал, что у нас много новых учителей? Вот сегодня с ними познакомимся. Интересно, а какие они? Учителей же тоже можно на типы поделить. Погнали! Нельзя опаздывать. Здравствуйте. Сегодня у нас новая тема, но перед началом урока небольшое объявление. Сдаем деньги на благоустройство школы. Что за благоустройство школы? Как что? Шторы нам нужны новые. А мы же в прошлом месяце сдавали. Так это только мы в одном классе поменяли. Сегодня нужно в другом менять. Молодцы. Давай-давай, сдаем. Молодцы, мальчики, молодцы. Так, а теперь сдаем на экскурсию. София Эдуардовна, а почему вы в прошлый раз на экскурсию сдавали? А экскурсии так и не было. Сергей, само умно что ли в классе? Как-то не было. А в парк выходили с Варварой Александровной вместо биологии. Она вам про виды деревьев рассказывала. Чему мне экскурсия? Так я что-то не понял. Парк же бесплатно. Ну что мы тогда деньги сдавали? Витя, лучше бы ты столько на уроке отвечал, сколько вопросов задаешь. Кстати, я же тебе двойку карнашок поставила, а обвести забыла. Вопросы еще есть? Нет. Молодцы. Ну а теперь на подарки учителям. Так день учителя уже прошел. Сергей, а ты считаешь, что учителям подарки нужно дарить только на день учителя? Мы стараемся для вас каждый день. Так что давайте, сдаем, сдаем. А вот теперь переходим к теме урока. Так, урок кончен. До свидания. До свидания. Ну а что? Я давно хотела шторы в гостиной поменять. Да и в прихожей у меня мебель устарела. Хороший денек сегодня. Так, все, убираем с парт, будем писать тест. Самое главное, никто не списывает. Думайте сами. Если замечу, два. И помните, я все вижу. У вас 15 минут, время пошло. Что во втором? Так, не списываем. Я все вижу. Да-да, извините. Так, я все вижу. Отдавай, отдавай, отдавай. Что? Шпору отдай. Отдавай. Еще раз замечу. Два. Сережа! Я все вижу. Давай сюда дневник. Два за списывание. Это было последнее предупреждение. Ну пожалуйста, не надо, это был последний раз. Давай сюда. Даю последний шанс. Пишем, не отвлекаемся. Какой-то у нас ястреб уселся там. Дима, ну ты-то куда? Я, между прочим, все вижу. Какой-то вы ненормальный учитель. Почему сразу ненормальный? Я просто охранником в супермаркете подрабатываю. У меня работа такая, все видеть. Давайте, пишем, пишем, не отвлекаемся. Та-та-та-та-та-та, домой мне уже пора. Ладно, действительно, пора уже домой. Здравствуйте, извините за опоздание. А, блин, урок на замену. Слушайте, ребят, а может я вас уже отпущу? Ну, чуть-чуть раньше, домой придете. А чуть-чуть это на весь урок? Эй, ты что так орешь? Действительно, Серега, заткнись. Конечно можно, мы все понимаем. У вас дела, у нас дела. Вот, смышленый. Да не, я домашку до ночи делал. Хорошо, садитесь. Так, проверим, что вы там сделали. Давай, Серега, свою тетрадь. О, пожалуйста. Молодец, пять. О, вот так? Тогда и я домашку сделал-то. Да я вижу, 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 вижу. Пять тоже. Так, все, проверили, заканчиваем урок. О, погодите, погодите. У меня там на прошлом уроке сказали чуть-чуть домашку переделать. Я тоже переделал. Эй, это уже наглость, твари. Вот, у меня тут вот в тетради, сейчас только не могу пока найти, где-то было. Я вот писал там, переделывал. Хорошо, в следующий раз покажешь. Пять. Все, урок окончен. Теперь все из класса, только тихо. Чисто. Проходим, проходим, проходим. Таким образом, второй закон Ньютона гласит, что под действием силы тело приобретает... Ускорение. Ускорение, и там это его произведение равно... Здрасте, это, мне срочно нужно два крепеньких мальчика, можно я ваших заберу? Там нужно это, столы перенести, с одной этажа на другой. Очень срочно. Ой, надо помочь, я извиняюсь, ну, сами понимаете. Ну да, говорят, срочно нужны, поэтому мы пойдем. До свидания. Ну что, здорово. Вовремя? Да, почти. Еще чуть-чуть, я бы двойку схватил. Блин, Серег, ну, прости, в следующий раз время получше подрассчитаю. У нас с следующим уроком матеша, там прям в начале надо будет, то я домашку не сделал. Понял, ну, значит, скажу, что стулья тоже нужно перенести. Что это за столы без стульев? Спасибо, Геннадьевич, куда бы мы без тебя? Ладно, пойдемте. И вы прикиньте, она мне говорит, мне это в жизни не пригодится. А ты ей что? А я что? Я говорю, это табурет, его закрытыми глазами нужно уметь делать. Ты такой нигде не купишь. Во, этими же руками своими сделано. О, я, кстати, выиграл. Да блин. О, ну все, каранты тебе, Геннадьевич, опять проиграешь. Я тебе сейчас проиграю, двойки в четверти, и тебе, и тебе поставлю. Пожалуй, возьму еще карточки. Да я тоже карты наберу. То-то же. Александр Сергеевич Пушкин, зимний вечер. Буря мглою небо кроет, вихры снежные крутя. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Все, хватит, тебе невозможно слушать. Как ты рассказываешь? Это же Пушкин. Где эмоции? Где выражения? Садитесь на свое место. Элина Викторовна, а может вы нам покажете, как надо? А то у нас только двойки за стихи. С удовольствием. Александр Сергеевич Пушкин. Зимний вечер. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Вот так вот нужно, понимаете? С чувством, с ритмом, эмоции должны быть настоящими. Все понятно? Теперь понятно. Отлично. Дежурите после урока. Все, загадили мне здесь своей бездарностью. Витя, к доске. Так, а я-то что? Я это не учил, я другое учил. Давай, давай. Александр Сергеевич Пушкин. У лакомарья дуб зеленый, золотая цепь над убитом. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Молодец, молодец. А теперь давай нараспев. Идет направо. Песни заводит. Налево. Но не помню. Сказку говорит. А, сказку говорит. Ой, молодец, молодец, Витя. Садись, четыре. Пятерку только я могу получить. Блин, ну, ребят, без лайка за этот пережитый кринж нельзя обойтись. Поставьте, пожалуйста. Эй, йо, молодежь. Как там ваши дела? Как тиктоки? Успели домашку сделать, братва? Константин Евгеньевич, я хотел сказать, что я домашку не успел сделать. Я там родителям помогал. Во-первых, я же говорил, можно просто костяк. А во-вторых, это кринж, Витек. Кринж. Ну, понимаю, у тебя там дела молодые. Прощаю. А я сделал. Так, о, вот тетрадка. Ха, алрай, Смирнов. Пятерка тебе и совместный деп. Ладно, продолжаем. К доске пойдет... Витя, го, го, давай. Удачи, брат. Блин, я не могу так умножить. Ха, зашквар. Тут же все изи. Блин, да какая-то фигня. Математика, это вообще не мой вайб. Вайб? Что такое вайб? Погоди. Вайб, 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 вайб. Словарик молодежных слов. Вайб. А, понял. Ну ладно, задержись после уроков. Нужно пару финч спросить. Ах, окей. Так, молодежь, сейчас будем продолжать решать примеры. И потом разберем новую тему. Так, возьми Смирнов. А? Ну и на этом все. Все свободны. До свидания. Бай. Константин Евгеньевич, вы просили подойти. Да, ты же понимаешь, что я нуб в этом деле. Не мог бы ты немного меня потянуть по этому вашему сленгу? Ну, знаешь, чтобы меня, это, там, не заскамили. А, нет, сейчас не могу. Дел много. Вы, главное, одно слово запомните. Дэм. Так сейчас вся молодежь здоровается. Дэм. 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 Константин Евгеньевич, здравствуйте. Йоу, дэм. Дмитрий Александрович. Как вы, вы что такое говорите? Вы при директоре ругаетесь. О май гад, вот за хейл. Что за хейл, мэн? Так, Константин Евгеньевич, в следующий раз разговор будет намного строже. А пока что пойдемте ко мне в кабинет. Еп. Давай, 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 давай. Ну, ну дай мне поиграть. Ботан, отвали, я еще не наигрался. Здравствуйте, ученики. Здравствуйте, здравствуйте. О, технологии эти ваши, интернет. Уже и до школы добрались. Дайте-ка мне посмотреть, что у вас там. А что плохого? Время, современные технологии развиваются. Вот и пользуемся гаджетами. Господи, на что я жмякнул? Дрянь ваша, современная. Ничто не работает. Вы что, даже разблокировать не смогли, что ли? Смеяться над учителем. Я тебе сейчас покажу. Вот это, видел? Попробуй разблокировать. Блин, я такие только на картинке видел. Я не знаю, как это сделать. Во, видишь, раньше делали на века. Даже орехи колоть можно. Кстати, об орехах. И работает до сих пор. Я уже так 20 лет с обойку беру. Хоть бы хны ему. Мощь. Зато тут у нас все есть. И фотик, и калькулятор. Ага, калькулятор. На, попробуй на этом посчитай. Это вообще что такое? Как что? Счеты. Самый надежный калькулятор. Так что все с партой убрали, контрольно будет у вас. Можно будет только счетами пользоваться, если вам это поможет. История скучный предмет. Согласен. Кто смелился, так сказать, на историю? Сегодня проходим викингов. До хляки. Чем сидеть? Проверим по списку. Значит так, кто Дима? Ой, я Дима. А, вижу. Дальше. Сергей есть? Да. Сергей. Вы что, пишете на доске? Не вы, а викинги. Ты что, домашку не сделал? Доставай дневник. У викингов не было дневников. И у тебя сейчас не будет. Родителям отдам. Дневник. Отлично. Значит так, ты получаешь двойку. Два. Кто еще не сделал домашку? Я сделал. Честно, вот даже шлем принес. Вот, бери пример с Димы. Настоящий ярл. Вырасти. Итак, начнем наш урок. Как викинги пытали людей. Сергей, выходи к доске. А теперь оценки за урок. Так, ладно. Значит так, Сергей, тебе 4. Димочка, молодец, подготовился за шапочку пятерка. И, мальчики, не забудьте, на следующем уроке у нас будет средневековье. Подготовьтесь. Все, ребята, всего доброго. До свидания. Димочка, это отнесешь. Ага. Сой, это ты, что ли, все сосиски в тесте раскупил? Ну да, мне денег дали, вот я и купил. Могу и с тобой поделиться. Но если только пообещаешь никого больше не доставать. Ну ладно, без проблем. Тетан, извини, пожалуйста, что я постоянно его задираю. На самом деле вы нормальные пацаны. Да ладно, все. О, звонок. Давай на урок быстро. Стоять! Бегать по школе нельзя. Ну-ка, ну-ка. Да мы и на урок опаздываем. Да, мы же не балуемся. Ничего не знаю. Превышение скорости в 10 раз. Еще и черточки за собой оставили. Замечания в дневник обоим. Блин, вот отстой. Так, сейчас еще и за ругань запишу. Слушайте, а может как-то договоримся? Хм. Ну, с другой стороны, если вы торопитесь на уроки, значит тянетесь к знанию. Молодцы, идите. К шагам. А мне теперь есть чем чай попить. Вкусняется. Блин, совсем забыл, что сейчас самостоятельное. Надо все повторить срочно. Что ты переживаешь? Я вон столько шпор сделал. Спишем, не переживай. Ты что? Я у другого класса слышал, что у этого препода нереально списать. На столах только ручки и листочки. Я же говорил, что все нормально. Можете даже не пытаться списывать. Ни у одного класса не получается, и у вас не получится. Это мы еще посмотрим. Ага, вот ты и попался. Все, можешь не списывать. Минус балл, молодой человек. Да я даже списать не успел. Еще бы ты успел, вынесил бы. Продолжаем, продолжаем. Время идет. Куда списывать? А ну, брат! Ну все, вы меня вынуждаете. И что теперь с этим делать? А вот и допрыгались. Теперь хотя бы по сторонам смотреть не будете. Пишем, пишем. Да я вообще ничего не делал. Меня-то за что? За компанию. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, Маргарита Андреевна. Садитесь. Предлагаю закрепить вчерашнюю тему. Кто хочет в доске? Ясно. Желающих нет. Тогда пойдем по журналу. К доске пойдет. Только не меня, только не меня, только не меня. Блин, не видно. Кто может пойти к доске? Карты Таро меня сегодня подводят. Ну ничего, ничего. Сейчас мы выберем. Так, и оценок еще ни у кого нет, да? Шар, подскажи, кого позвать к доске. Что? Смирнова? А, что? Не Смирнова? Блин, говори громче, глупый шар. Кто пойдет к доске? Кто пойдет к доске? Ага. Ага, понятно. Видна неопределенность. Так, мальчики, у кого-то из вас плохая аура. Кто-то не сделал домашку. Сейчас разберемся. Полурок уже прошло. Соглядение. Маятник, подскажи, кто пойдет к доске? Вижу, вижу. Баяндин. Так нет его, болеет уже неделю. Да блин, опять придется все заново начинать. Так, всем сидеть. Звонок для учителя. Я пока кого-нибудь не спрошу, урок не закончен. О, королева кубков. Давай, выходи. Итак, дети, сейчас проверим ваше домашнее задание. Вот моя. Молодец, Дима. Вот моя. Витя и домашка? Ничего себе, удивил. Погодите. Класс, у меня вопрос. Почему у меня перед глазами две одинаковые работы? Прям как под копирку. Вы ничего не хотите мне сказать? Блин, мне кажется, вам просто показалось. Это все-таки домашка, но у всех одинаковая. Показала, значит? Мне ничего не кажется. Я знаете, сколько работ видел? Признавайтесь, кто у кого списал. Мы не списывали Владислава Андреевича, честное слово. Ну ладно. Ну ладно. Не хотите по-хорошему? Будем говорить с вами на языке фактов. Сейчас снимем отпечатки пальчиков и все узнаем. Нажимайте. Хорошо, один есть, второй. Может, надо? Молодцы, садитесь. Так. Ага. Видно, действовал профессионал. Преступник был аккуратен. А что это мы занервничали? Так, господа, мне нужно провести беседу с каждым из вас наедине. Ну что, даю тебе последний шанс. Признаешься сейчас и получаешь просто замечание в дневник. За чистосердечное признание. Подумай. Да не списывал я ничего, правда. Ага. А если так? Я ничего не списывал. Подумал получше или мне продолжить? Да не списывал я. Можете проверять, как хотите. Хм. Какой у тебя ответ во втором задании? 791. Хорошо подготовился. Свободен. Ну что, попался ты? Не отвертишься. Да я не списывал, реально. Я бы никогда. Да твой напарник тебя уже сдал. Можешь не выделываться. Что? Как это сдал? Я ему устрою, ему не поздоровится. Получается у нас чистосердечное. Плюс угроза жизни. Это еще добавит наказание. Замечание к директору. И на следующий урок домашку делаешь. Оба варианта. Это ты еще легко отделался. Скажи спасибо. Ладно, простите. Свободен. Ага, вот ты где стукаешь, а? Эй, Вить, ты что, отпусти? Ага, а кто меня детективу сдал? Он сказал, что это ты раскололся. Да нет же, он всегда так говорит, отпусти. Он всегда всем говорит одинаковую фразу, что тебя сдали, чтобы ты сам во всем потом признался. Его эту схему все в школе знают. Реально? Блин, выходит, я сам на себя настучал. Ты это, прости, Димон, мне еще столько домашки теперь делать. Да ладно, я помогу. Реально? Поможешь? Давай, красава, пойдем. Блин, опять этот хулиган, видите, всех достает в школе. Ничего, сейчас я на него накладное напишу директору. Его выгонят из школы, чтобы он больше никому не мешал учиться. Так, заявление. Итак, ребята, я вам сегодня буду показывать, как изменяется агрегатное состояние. И так, берем немного вот такого жидкости, смешиваем ее с синим. Добавляем оранжевую и пару капелек зеленых. Оп, оп, отлично. Ну и, конечно же, в самом конце добавляем вот такой вот активатор. Я вот так вот тут пролил, вы так не делаете. Итак, смотрите, жидкость. Ой, 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 ой. Все в порядке? Да, 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 все, все хорошо. Я же учитель года, у меня все в порядке. Сейчас, я секундочку. Ага, 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 ага. Это явно нехороший знак. Да ладно, не стоит паниковать. Я уверен, что у него все под контролем. Ух ты, блин, елки-палки. Что же делать-то? Я, я сейчас. Ага. Угу. Вот теперь и я сомневаюсь, что все в порядке. Мы что-то, собираться начнем? Пожалуй, да. Так, все хорошо, без паники, все нормально. Да мы знаем. Так, заболчи, это я себе говорю. Сейчас, 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 все хорошо, все нормально. Да, блин, тут мы пора сваливать. Все в порядке, без паники, я во всем разобрался. Урок окончен. Мальчики, доброе утро. А что, мы такие грустные? Улыбнитесь? Сегодня же биология. Время для сюрприза готовы. Вы будете просто прыгать от счастья. Держи, это тебе, а это тебе. Вот, смотрите, теперь у нас у всех такие футболки. Ну как вам? Правда прелесть? Моя любимая футболка теперь. То-то же, и сразу повеселели. Чуть не забыла, на этом сюрпризы не заканчиваются. Представляете, я нашла редчайшие книги про бактерии. В других учебниках такого не прочитаете. Я уже одну прочла, а там в конце, представляете, в узоре туфелька, она... Ладно, я не буду спойлерить, потом прочтете, сами офигеете. А что, все эти книги? Ну да, на выходные? Или, думаешь, мало? Ладно, так и быть, попробую еще про микробиологию достать. У меня есть там одна знакомая в архиве, но ничего не обещаю. А теперь с таким хорошим настроением перейдем к домашнему заданию. Итак, кто вырастил плесень? Ну-ну, кто мне покажет плесень? Варвара Александровна, извините, мы не сделали. Как это вы не сделали? Вы что, шутите? Ну, мы забыли. Как это вы забыли? Вы что, не понимаете, что плесень, это не просто домашка? Это целая цивилизация, организм и жизнь. Вы понимаете, что вы не дали зародиться жизни? Как так можно, бежалостная плесень? Вы поймите, если бы не она, то не было бы уже ничего. Варвара Александровна, вы не расстраивайтесь. Мы к следующему уроку обязательно сделаем. Правда? Правда, правда. Вместо ДЗ по матеши сделаем. А ну и правильно. Эта математика уже давно никому не нужна. Уже калькуляторы давным-давно придумали-то. Ну да, не то, что биология. А знаете, раз вы так любите мой предмет, забыла вам совсем сказать. Я договорилась, теперь у вас будет 7 биологий в неделю. Правда, здорово, а? Ура, так рады. Круто. Ну а теперь приступим к новой теме. Функции и возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Итак, зачем мы дышим? Давай. На лес. Кто посмел дотронуться до волейбольного, не побоюсь этого слова, священного мяча ногой? Так, а ну-ка, построились. По порядку рассчитайся. Первый. Второй. Кто это сделал? Ну, я. Первый, шаг вперед. Не знаешь, первый закон физры, который гласит что? Не пинать волейбольный мяч. Сто отжиманий каждого. А мне-то за что? За подельничество. И дневники мне оба тоже отдадите. Все, приду проверю, считаем слух. Раз. Два. Три. Третье неправильно переделать. Три. Да давай другой мяч просто возьмем. Баскетбол. Вы баскетбольные ногами? У вас вообще мозги есть? А ну-ка идите сюда, я вас козла запущу. Тишина. Учитель зашел в класс. Что нужно сделать? Что нужно сделать? Другое дело. Здравствуйте, ученики, садитесь. Меня зовут Андрей Витальевич Чесноков. Чесноков. Че-с-с-но-ко-в. Чесноков. Всем понятно? Вот и отлично. Так, это что такое? Так, кто дежурный? Я. Сюда дневник. За дежурство два. Сядь ровно. Ты в школе или дома на кресле? Что у вас с поведением? Класс. Так. Пройдемся по учебнику. Так должен лежать, понял? Почему учебник с этой стороны, а ты с этой? Школа. Это прежде всего дисциплина. Но. Да. Никаких но. Почему ты разговариваешь без разрешения учителя? Два. Дневник сюда. Он у вас. Еще раз два. За урок три двойки. Почти рекорд. Тема урока. Сложно подчиненное предложение. Не ожидал я, конечно, от вас 10 В. И извините, извините. Так, пошел вон из класса. Хватит меня перебивать. Вон из класса! Так, четвертая двойка. До свидания. До свидания. Выберешь страницу, я все узнаю. Да. Я просто хотел сказать, что мы не 10 В, а 7 В. Да, действительно, ошибка. Ну ничего, всего доброго. Значит, увидимся с вами через сколько? Три года. Позови своего там этого друга, скажи, что... Скажи, что он все отменяется. Через три года. Увидимся. Двойки в силе. Я за вами слежу. Давай, не догонишь. О, попал! Держи! А теперь догони. Что это такое? Ограждение? Мальчики, не надо так, пожалуйста. Теперь ты догоняешь. Сегодня у нас новая тема. А теперь рыцарский бой на стульях. Здорово, пацаны. Здравствуйте, Владислав Юрьевич. Здравствуйте. Что делаете? Да, пока ничего. Сидим, вас ждем. Ну что, сегодня мы проходим презентации. Да ладно, я знаю, что вы все скачаете. Что время терять? Можете пока в контру рубануть. О, нормально. Вот бы все учителя были такими. Сергей, я не понял, а мы будем играть или болтать? Какой я крутой препод. Давай, заходи. Окей, окей, бом. Блин, молодняк, вам еще учиться и учиться. Вы что вообще дома делаете? Лучше тренируйтесь, вы так пятерку никогда у меня не получите. Еще пару уроков и точно обыграем. Ну-ну, ладно, поиграйте пока с ботами, а я скоро вернусь. Ладно, отвлекитесь, я вон пиццы с колой принес. Так, я не понял. Димон, ты вообще раскидок не знаешь, чтобы дома потренировался. Хорошо. Кто такой смолк на мид дает? Опа. Аппетитная. Ого, пацаны, вы тут пока покушайте, а я пойду журнал заполню. Не хочу теперь идти на уроки, остальные все какие-то скучные. Не верится, что ты это говоришь? Ну, я согласен. Так, я не понял. Это что такое, мальчики? Так нам разрешили. Вы что, учителя нет? А вы тут бардак решили устроить? В мой кабинет. Живо, оба! Простите, пацаны, тут каждый сам за себя. Эй, вы куда так носитесь? Так это, у нас контрольщик по математике, опаздываем. Давай, давай, давай. Да куда же вы так носитесь? Так это, после контрольщика по математике нужно в столовую успеть. Седьмой Б, куда несемся? Так у вас сейчас урок, мы торопимся в кабинет. А, ну да, припоминаю, припоминаю. Эй, вы куда? У нас же урок. Так у нас перенесли урок в кабинет на первом этаже. Когда же это лифт построит в нашей школе? Извините, а может мы уже начнем урок? Эй, учитель. Блин, я уже не могу. Я этот параграф уже 4 раза прочитал. Он так сидит уже почти весь урок, нужно что-то сделать. Тимофей Константинович! А, да, что? Что такое, мальчики? Ой, что-то я отвлекся на минутку. Сколько у нас там времени до конца урока? А, минута. Отлично. Как раз успеем самостоятельную по новой теме. Начинаем, записываем, да-да-да. Так, самостоятельная работа. Упражнение 1. Здравствуйте, дети. Приветствую всех на уроке ИЗО. Итак, наше творческое путешествие. Мы начнем с проверки домашнего задания. Все же приготовили свои произведения искусства. Да, вот. Я задавала рисовать пейзажи зимнего прекрасного колодка. Холодного, но в то же время с особенностями зимнего леса. Ну, как вы поняли, очень зимнего. Сергей, начнем с тебя. Вот картина «Зимний лес. Гуашь. 2022 год». Ну, мне кажется, что ты слишком много внимания уделил деталям. Это же гуашь. Нужно крупнее мазки делать. Я художник, я так вижу. Пока ты еще начинающий. Давай я тебе немного подправлю. Так, вот эту вот кисточку побольше. Вьюга. Вьюга у нас началась метель. Все метет. Метет, заметает. Еще последний штрих. Ну все, отлично. Посмотри, как красиво и хаотично заиграли снежные сугробы. Ну, скажи, красиво же, да? Да, спасибо. В следующий раз мысли ширя, когда рисуешь. Ты ведь творец. Творец. Ну, а теперь, Витенька, ты покажи свой шедевр. Ну, вот так как-то получилось. О, это гениально. Какая красота получилась. Вижу, это твой собственный почерк. Не могу поверить, что в стенах моего класса рождается самый настоящий талант. Да, да ладно вам. Я просто кисточкой по листку вот так вот поводил и получилось. Все признаки импрессиониста. Молодец. Давай, давай, сюда я на школьную выставку отправлю. Ну, а ты, Сереженка, бери пример с отличника. Хорошо. Красота. Эй, Вить, как так? У тебя рисунок даже на зимний лес не похож. Почему пятерка? Слушай, я не знаю, я никогда вообще кисточку в руках не держал. У меня мама всегда рисует. Сыночек, как там наша карта по географии? Понравилось то, что мы раскрашиваем? Понравилось, понравилось, мам. Пятерку поставили. Я очень рада. Обед оставила на плите. Идешь домой покушать. Куморство. Смотри, красота и уродство. Ну, блин, скоро там или нет? Дописали уже или нет? Дописываем. Вы уже 20 минут сидите. Давайте быстрее, быстрее. Я все. Я тоже. Отлично. А теперь небольшая разминка. Давайте, встаем, 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 встаем. Небольшая зарядка. Кисти рук и наши пальчики. Встали. Мы там писали, писали. Мы немножко отдохнем и опять писать начнем. Давайте, давайте. Отлично. А теперь шея. Шея, ага, много сидите, затекает. Так вот, круговое движение в обратную сторону. Молодцы, молодцы. Так, теперь у меня тут с собой кое-что есть. Ага. Опа, опа. По 2 килограмма взяли и по-быстренькому. Оп-оп-оп. Ручки-то размяли, размяли, размяли. На каждую руку по 20 раз, по 3 подхода. Давайте. Раз, два. Молодцы, молодцы. И все. Отлично. А теперь откладываем гантели и 10 отжиманий. Давай, 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 Сережа, ниже, ниже, ниже. Так, давай, тянем, тянем грудь к полу. Ага. Долго еще? Нам еще конспект дописывать. Ничего, ничего, успеете. Небольшая разминка еще никому не повредила. А теперь за мной 2 кружочка вокруг школы. Ага, быстрым шагом. Давай, давай, давай. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Да блин, когда уже перестанут спецрука на замену ставить? Наконец-то уроки закончились. Погнали плойку играть. Конечно, погнали. Спрашиваешь еще. Вить, ты чего? Что случилось? Да блин, фигня какая-то. Я вообще сегодня никому ничего не делал. На меня из школы отчисляют. Кто-то из учеников донос написал, что я всех типа обижаю. Ну, так-то вроде подел уже. Ты что, офигел? Да я просто прикалывался. У меня родители дома просто... Я даже домой теперь не хочу идти никуда. А он тебя в коридоре сегодня писал? Нет, он извинился передо мной, мы помирились. Вить, слушай, извини меня, это я накладываю на тебя написал. Не волнуйся, я сейчас все исправлю. Ты, жулье очкастое! А какая разница, что ты там кому скажешь? Меня уже все равно отчислили. Все, все, забрал листочек у директора и сказал, что пошутил. Круто он что. А он мне двойку за такие шутки поставил. Спасибо тебе, Серега. Все, вот, порвал. Даже не знаю, как на это реагировать. Слушай, а погнали лучше с нами в двойку поиграем. Погнали, чего бы нет. Должен же вас тут-то выиграть, да? Наконец-то хулиганом перестанешь быть. Не, ну вы видели, какой сегодня был денек. Показали, какие могут быть типы учителей, еще и с хулиганом подружились. Пишите в комментариях, какие учителя у вас и ставьте лайки. Всем пока!